Ученик 6 класса В 20 московской школы Коля Герасимов находит в подвале пустого дома машину времени и без разрешения отправляется на ней в будущее. Он оказывается в конце 21 века, где встречает гуманного робота Вертера, который позволяет Коле съездить на космодром. На космодроме Коле видит, как космические пираты, весельчак У и крыс, прибывшие на Землю, чтобы добыть уникальный прибор для чтения мыслей Мелофон. Крадут его у Алисы Селезневой. Коля приходит на помощь Алисе и успевает перехватить Мелофон. Пираты гонятся за ним. И лишь помощь робота Вертера позволяет Коле вернуться в наше время и спасти Мелофон. Но сам Вертер погибает. Вслед за Колей к нам проникают космические пираты. А также Алиса. Алиса знакомится с одноклассницей Колей Герасимова Юлией Грибковой и попадает в шестой фэнт. Но вот беда. В классе три Коли. И подруги не знают, какой из них скрывает у себя Мелофон. Коля Герасимов рад бы сознаться, но его запугивает Фима Королёв и уговаривает затаиться. Кольцо вокруг Коли сжимается. Попытка отправить Мелофону в будущее проваливается, потому что вход к машине времени закрыт. Алиса временно учится в 20-й школе и показывает себя отличной ученицей и спортсменкой. Это доказательство того, что через сто лет все школьники станут отличниками и спортсменами. Наконец, Коля решает отдать Мелофон Алисе. Но именно в этот день пираты проникают в школу. Спасая Алису и Мелофон, Коля решает отвлечь внимание пиратов на себя. Пираты гонятся за ним, а Алиса за пиратами. Тогда Юля Грибкова рассказывает все своим товарищам, и они спешат на помощь девочке из будущего. Они не знают, что Коля попал в лапы пиратов, и те готовятся его пытать, чтобы выведать тайну Мелофона. Попробуешь рот разинуть, Пусть убью. Главное, ни во что не вмешиваться. Я вас правильно понял? А я просто хотел помочь. Может, тяжело? Не надо. Я пойду? Сидеть. Не вздумай вызвать милицию. Ну что вы, я просто хотел помочь поднести этого мальчика. Вот если кто пробежит мимо и спросит про нас, про мальчика, что ответишь? Никого не видел, все люди-братья, все должны помогать друг другу. Молодец. Сиди, читай. 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 Извините, здесь никто не пробегал. А кто здесь должен был пробегать? Мальчик. А, мальчик? Сколько лет мальчику? Моего возраста мальчик. А за ним два бандита бежали. Один толстый, другой худенький. Ему грозит опасность. Ай-яй-яй-яй-яй. А что же мальчик такое натворил? Это не он натворил, а они хотят натворить. Они очень плохие люди. Преступники. Преступники? Преступники. Нет, никогда не видел преступников. Ну как же, они должны были пробегать здесь, минуту назад. Нет, если бы я видел нарушение порядка, я, конечно, бы сигнализировал, куда следует. Может, они в тот двор побежали? Может. Нет, даже наверняка в тот двор. Я ничего не видел, но я слышал. Пойди посмотри в том дворе. Ну вот, как я предполагал, температура. Все. Пора, баиньки. Пора. Пора. Ребята, давайте разденемся на группу поиска. Каждая группа возьмет на себя по переулку. Глупая мысль. Мы же не знаем, где они теперь. Может, они уже в Мариной роще. Коля, думай скорее, ты же умный. Им грозит опасность. Я думаю, надо сделать так. Ты, Юлька, пойдешь к себе домой. А ты, Фим, пойдешь к школе. Может, они успели спрятаться. Вера, я не пойду. У меня есть более реальный план. Ну, говори же, не теряй времени. Не торопи меня, сама у себя виновата. Фима, они бы и без милости добрались до школы. Я знаю, что я виновата, знаю. Но что же все время меня в этом упрекать? Ладно, забыли. Значит, так. Я беру наиболее крепких, и мы идем в тот дом, где находится машина времени. Впереди туда подойдут, и мы их там перехватим. Нет, мы все пойдем. Ну, что же мы стоим? Где этот дом? Ну, ладно, пошли. Юля, ты не видела. Мортира Астамна. Мортира Астамна! Мортира Астамна! Мортира Астамна! Мортира Астамна! Ага, ага, понятно. Понятно. Ну и понятно. Здравствуй, девочка. Вы не видели, здесь не пробегал мальчик, а за ним твой бандиты бежали. Каких бандитов? Что такое? Не видели? Какую вару? Согоняться за ребёнком! Наташа! Ванечка! Павлик! Павлик! Павлик, Мишенька! Бонщик, Мишенька! Наташа! Продолжение следует... Алиса! 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 Дети! А ну-ка с военными играми на бульвар! Только соберешься заснуть, а тут тебе сразу про пытки, про проходные дворы. Ну сколько раз можно повторять, понимаете, что улица не место для игр, что для этого существуют специально отведенные территории. А мы не играем! Не спорь, пошли! Ну постойте, где же мы будем искать Колю? Самое ужасное, что я видела, как он бежал в подъезд и не выходил. А откуда ты знаешь, что он не выходил? Там во дворе сидел мужчина. Он читал книгу. Он мне сказал. Может он зачитался? Ты не заметила, какая книга о вкусной и здоровой пище? Мог и зачитаться, если конечно не пообедал. Пошли. Значит так, на повестке дня два вопроса. А почему два? Вопрос номер один. Как спасти Колю? Вопрос номер два. Как найти и вернуть милофон? Будете высказываться, товарищи? Или дадите слово мне? А тебя никто не выбирал в председателю. Самый решительный момент. Самый способный берет руль в свои руки. Иначе корабль утопнет. Слово предоставляю Алисе Лизневой. Я уже сказала, что пираты бежали в дум и не выходили. Ты думаешь, что пираты в том сером доме? Значит так, мы решили. Обыскиваем тот серый дом. Там в каждом подъезде по крайней мере двадцать квартир. Ну и что? У меня рабочая гипотеза, что пираты скрылись на чердаке. Чего ты это взял? Предчувствие. Ой, девочки, я так переживаю, что скоро мру от страха. Лучше бы я об этом ничего не знала. Ну и иди домой. Все равно от тебя никакого толку. Боря, Боря, помолчи. И ты, Альбина. Я только хотела сказать, что у меня от этих переживаний разыгрался жуткий аппетит. Я даже на контроль наголодаю. Ладно, идем, в общем, по квартирам. Стойте! Две минуты! Мы не можем решить одну проблему без второй. А сейчас, наверное, Колю пытают. Ну что ты раскаркалась? Никто его не пытает. Последний раз я видел милофон в шкафу у Коли. Есть шанс, что он там лежит. А если они будут пытать Колю, он может сознаться. Пираты придут к нему домой, и что будет, что будет. Никогда он не сознается. Я его знаю. Наш человек. Но аппарат у него все равно надо взять. Только я так думаю. Сначала надо спасти Колю, а потом уж брать аппарат. Ты как, Алиса? Вы что думаете, если я за милофоном приехала? Я сейчас побегу за аппаратом, а Коля пусть отдувается за меня. Алис, ты не волнуйся. Мы уж как-нибудь без тебя справимся. Мы же все, все понимаем. Угу. Я с вами согласна. Сначала ищем Колю. Милофон подождет. Правильно, тогда пошли. А может, не так? Может, одно другому не мешает? Фим, тебе Колькина мать доверяет? Разумеется, даже больше, чем ему. Все мамы и бабушки считают, что я положительный. Потому что у меня хороший аппетит. Тогда вот что. Мы идем проверять тот дом, так как нас много. А ты со всех ног беги к Коле Герасимову домой. И придумай что-нибудь, чтобы Колькина мать позволила тебе взять милофон. И сразу к нам. Идея. Фим, тебе охрану дать? Охрану? Вообще-то я один справлюсь. Ну ладно, давайте охрану. Ребята, кто хочет охранять Фиму? Ребята, повторяю, кто хочет охранять милофон, из-за которого может начаться космическая война? Ну если так, то я пойду. А то Фимка весь ничего-нибудь напутает. Садовский, попрошу без критики. Ты моя охрана и не больше. Вас понял. Ну ладно, пошли. Садовский, за мной. ПОТУЛЬСКИЙ СЕЛАНСЯ ПОТУЛЬСКИЙ СЕЛАНСЯ ПОТУЛЬСКИЙ СЕЛАНСЯ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Там, где барахло лежит, которое я все выбросить собираюсь. Именно там. Там лежит тестер для электросети. Коля просил меня сбегать и взять его. Можно? А что же он сам не пришел? А вы бы его обратно не выпустили. Ну, иди, смотри. Вот это да! А, куда же он его спрятал? А может быть... Ты же собирался тестер взять, а не втирать коленками пол. Кто же это убирать будет, а? Я уберу. Сомневаюсь. Вот вам бутерброды отнеси, Коли. Съешьте. И передай ему, что я терплю подобное исчезновение в последний раз. А иначе приму меры. Понял. Все в порядке? Милофон исчез. Он его перепрятал? Боюсь, случилось самое непоправимое. Коля взял его с собой в школу, чтобы отдать Алисе. Но не успел. И теперь милофон в руках у пиратов. А Коля доказывает свою невиновность где-то в 2100 году. Да брось ты эти шуточки. На, ешь. Герасиму это уже не понадобится. Кончай, хохмить. Ты милофон хорошо искал? А, я везде смотрел. Его нигде нету. Так же спешить нам некуда. Тебя здесь никто искать не будет. Все равно вас поймают. Молчать! Ты вот лучше скажи, куда ты спрятал милофон? Какой милофон? Ой, мальчик, только не надо, не надо. Ты думаешь, такие смешные пираты, весельчаки и этот... Крис! Да. Бегают по вашему времени и ищут этот несчастный милофон. Вот ошибаешься. Не очень-то мы смешные. Ну, зачем так? Мальчик нам сам все расскажет. Он хороший, добрый, воспитанный. Вот он сейчас подумает и все расскажет. Конечно, хороший романтик. Из него неплохой бы пират получился. О, слушай, а может возьмем его с собой, юнгой? Станет авантюристом без страха и упрека, ценителем космических трасс. Ну как, мальчик, согласен? Ну что ж, тогда придется взять его маму, привезти сюда, помучить. Ведь дети не любят, когда мучают их родителей. Ага, не испугался. Значит, есть нервишки, есть. Мы еще и Алису с собой возьмем. Ведь не исключено, что он успел передать ей аппарат. Нет, никто не знает про милофон. Это я спрятал милофон. Ни мать, ни Алиса, ничего не знают. Ни мать, ни Алиса, ничего не знают. А если будешь кричать, мы тебя вообще ликвидируем. Ну, так где милофон? А? Эй, у нас ничего. И у нас. И есть хочется. Ой, погоди, у меня, кажется, где-то шоколадка была. Вот бы сейчас милофон. Приставили бы к двери и послушали. Это идея. Ой, ребята, это что такое? Это, наверное, опять штучки садовского. Вот всегда он что-нибудь подсунет или подложит. Что это такое интересное? Вот это и есть он. Кто? Милофон. Ой, девочки, я этого не переживу. А как он работает, а? А сейчас мысли считаем. Такой? А ты какой хотела? Ну, ты понимаешь, из-за него столько всего случилось. Значит, он должен быть, как космический корабль. А как же он в сумку попал? Вот именно. Ведь кто-то должен был его туда положить. Правильно. Может, садовский? Я откуда знаю. А, вспомнил. Еще перед уроком Герасимов Кюлькиной сумки подошел. Моей? Да, а я смотрел и решила, что он записку положил. Еще спросил его тогда. Ты что, влюбился? Записку? Ну да, именно поэтому я спросила тогда. Ты что, влюбился? Алисе. Алиса, это тебе. Что там пишет? А что это? Почитай. Ну, подвинься, не мешай ей читать. Алиса, ты все равно уже догадываешься. Или скоро догадаешься. Если ты считаешь, что виноват я и заслуживаю с вашей точки зрения наказание, я не буду спорить. Но даю честное слово, что я не хотел брать миелофон, а хотел спасти его от бандитов. Извини за задержку. Хочешь, Элзипет? Ну, хочешь, Жигули. Ты представляешь, такой маленький, а уже Жигули. Нет. Ну, хочешь денег. Много, много денег. Не нужны мне ваши деньги. Нет. Нет? Ничего не получишь. Ты помнишь, Весельчак, как мы сломили казначея из славного города Векли? А, это на Блуме. Сколько он продержался? Да быстро открыл тайну сейфа. У нас время есть. Все правильно. Никого нет дома. А может, они просто не думают? Хм, сказанул. Это надо уметь не думать. Только такие гении, как ты, это могут. О-хо-хо. Там муж и жена. Они спорят. Они ссорятся. С утра ссорятся. Кому идти за молоком? Вот и сидят без молока. Даже кошка без молока. Бедная кошка. А я вчера бездомного котенка накормила. Молодец. Алис, дашь послушать, а? Послушай. Почему он не звонит? Пускай он позвонит. Может, он телефон неправильно записал? Нет. Я сама ему телефон записала. Сразу, как Танец кончился, я ему телефон записала. А он обещал с утра позвонить. По-моему, какая-то дура влюбленная. Даже неудобно послушать. Мы не для развлечения. Мы по делу. И не получаем от этого никакого удовольствия. Потеряли полчаса и ничего не обнаружили. Отрицательный результат. Это тоже результат. Да. Зато мы теперь точно знаем, что Коля здесь нет. И милофон мы нашли. Правильно, нашли. Ребята! Явились. Ребята, тихо. Милофон пропал. Не может быть. Ты что, не понимаешь, что это значит? Что? Коля взял его с собой, чтобы отдать Алисе. Но не успел. И теперь милофон в руках у пиратов, а Коля погиб. Да ну! Нет, милофон мы нашли. Не может быть. Вопросы потом. Так чего же нас гоняли? Слушай, Фим, неужели ты все сожрал? Ты же для всех нес. Вот дает. Я задумался. Айда помогает мыслить. Значит так. Алиса видела, что Коля вошел в этот подъезд. Но никто не видел, что он вышел. Да, и к тому же в этот подъезд вошел по крайней мере один из пиратов. И тоже не вышел? Ну да. И мы проверили все квартиры с милофоном, верно? Да. И ни в одной квартире Коля нет. Вот вам результат. Ну. Ее еще здесь не хватало. И других привела. Зачем она на меня так смотрит? Неужели подозревает? Это он. А-а-а. Да. Я не хочу ни во что вмешиваться. Это их дела. Все они преступники. Да, все. Даже когда изображают детишек. Главное, чтобы никто не подумал, что я боюсь. Живым не уйти. Закричать. Нет, ничего страшного. Сейчас день. Меня кто-нибудь обязательно увидит. Меня спасут. Вот попал. Это точно две банды. Точно. А вдруг, если я буду кричать, а они меня? А потом мне будет все равно. Нет. Сегодня же в поезд, в самолет бежать. 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 Все правильно. Он наврал. Ну вот теперь я с ним поговорю. Погоди, я с тобой. Всем оставаться на своих местах. И смотрите смертельный номер. Простите, вы будете Наполеон Бонапарт? Что? А? Какой Наполеон? Если вы Наполеон, то должен вас предупредить, что сезон охоты на Наполеонов уже открыт. Со вчерашнего дня. Причем буду снимать шкуру. У вас натуральная? Да. Хулиган. Типичный хулиган. Скрытность еще никого не доводила до добра. Например, когда мой дедушка шел охотиться на Наполеонов, то брал с собой ведро керосина. Стоит только побрызгать немножко керосина на хвост Наполеону, как тот сдается в плен. Да? Угу. Но однажды таким образом он решил поймать тигра. И никому об этом не сказал. Тихо. Кричать не надо. Каждая ваша мысль нам известна. А, дети, какие мысли? У меня нет ни одной мысли. Клянусь, здоровья, мамочки. Они поймали мальчика? Не знаю, но мне угрожали. Поймали, не поймали. А куда я знаю? Тащили бесчувственного. Это я видел. Куда они понесли бесчувственного мальчика? Мальчика? Они понесли вы на чердак вот этого дома. Клянусь, здоровья, мамочки. Так я вам и рассказал про заколоченный дом. Все. Он признался, что пираты понесли кури в заколоченный дом. Между прочим, я ни в чем не признавался. Я буду жаловаться. Я не знаю никакого заколоченного дома. В вашем возрасте пора научиться врать как следует. А то что за любительство? Я не видел, я не говорил. А я не врал. А меня возмущает, как могут сохраняться такие люди, на глазах которых двое здоровых мужчин тащат бесчувственного мальчика. И они не только не вмешиваются, но скрывают это. А если у них есть право носить мальчиков? Нет никакого права. Как это нет? Они же преступники. Вы подлец. Я вызываю вас на дуэль. Любым удобным для вас оружием. В любое место и время. Ну? Да. Я готов. Может, догоним? Да, не плавок. Хулиган. Нет, ребят. Его уже не переуспитать. Слабоватый попался. Мне это не нравится. Ну, ничего, отойдет. Все. Мы опоздали, Висичак. Что? Висичак. КОНЕЦ 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 Понял? Недурак! С этим что делать? Пусть лежит здесь. Понял. Понял, понял, понял. Значит так. Я отвлекаю детей, ты заманиваешь Алису. Понял? Да. Повтори. Ты отвлекаешь детей, я заманиваю Алису. Да ты не сомневайся. Действуй, сынок. Да. Ребята! Скорей! За мной! Я им ничего не сказал! И никогда не скажу! Там вот где-то. Ну, куда же он побежал? Бабушка! Бабушка! Вы тут мальчика не видели? Какого мальчика? Да, 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 да. А, да вон туда побежал. Вон туда? А я за молоком. За молоком ходила. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алиса! Алиса! Я здесь! Коля! Спаси меня! Они меня убьют! Иди зови ребят! Понял. Они меня пытали, но я ничего не сказал. Алиса! А где ребята? Они за Колей побежали. За каким еще Колей? Я же его только что видел. Это пиратские штучки. А куда они побежали? Вон туда. Ребята! Ой, вставай, делай руку! Моя больно! Моя больно! Спаси-то! Аааааа! Ааааааа! Аааааааааааа! Аааааааааааааааа! Эй! 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 Все равно я ничего не встречу. Эй! Эй! Можешь ты меня рудить? Чуть-чуть, а как ты идёшь, идёшь? Суфляйте тебя, надо! Коля... Коля, что с тобой? Что они с тобой сделали? Алиса... Я им ничего не сказал. Алиса, девочка моя, тебе всё равно не уйти от большой спортивной славы. Поехали! Всё. Всё. Это я был у окна. А ты крошкой не понимаешь, что Колем может быть не только один, но и два. И три! Алиса! Девочка моя, ты даже не понимаешь, от чего ты отказываешься. Что здесь происходит? Мымра. К стене. К стене. Мымра. Ты что? К стене. 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 Пират. Весельчак. Так ведь это же тот, которого я встретил. Скверик. Так это я пират, Весельчак. Ну да. Пират. Ну да. Что же вы наделали? Вы ж человека убили. Убили. Я всех, я всех в милицию отправлю. Убили. Пойду скорую помощь вызывать. Милофон, вон у него милофон. Надо что-то делать. Правда наш милофон. Фимка, ну придумай! Ну да, тихо вы! Стой! Отдай милофон! Бить тебя! Убью. О, мил! Сбежать хотел. Один! Куда? Стойте! Пристрелю! Первого, кто двинется с места. Они не посмеют, в конце концов, мы в Москве, в двадцатом веке. Может, обойдем? Да что же мы стоим? Они же уйдут. Еще как, уйдем. О, мил! О, мил! О, мил! Именем закона галактики вы арестованы. О, мил! О, мил! Бросайте оружие. Вы бессильны. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан 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 Казахстан